Продолжение следует... Да, конечно. Нет, повышается риск прогрессирования заболеваний, и затрудняюсь ответить. В плане лечения ракомолочной железы, и как сохранить эту терапию, и наших женщин не выполнять им бесконечно раздельные диагностические выскабливания. Что делать, если у пациентки, например, в последующем есть возможность реализации репродуктивной функции, как мы все должны ответить? Да, можно. И спасибо огромное за поддержку этой позиции, потому что сегодня это уже мировые данные, и мы знаем, что это улучшает в последующем результаты лечения и качества жизни наших пациентов. И второй вопрос, который тоже, на мой взгляд, считается достаточно актуальным, и мне бы хотелось, чтобы мы имели единую точку зрения по этому поводу. Является ли увеличение МЭХа на фоне приема тамоксифена при ультразвуковом исследовании всегда показанием для направления пациентки с целью выполнения раздельного диагностического выскабливания полости матки или смены гормонотерапии? Ну, первый ответ – да, второй – нет. Необходима консультация гинеколога, и здесь бы мне хотелось тоже акцентировать внимание на том, что бедный гинеколог не знает иногда, что делать, если направляет онколог для консультации. Ну и четвертый – достаточно стандартный ответ, затрудняюсь ответить. Я приведу пример, когда женщине в течение полутора лет нашей 71 года пациентке было выполнено 6 раздельных диагностических выскабливаний по рекомендации коллег с точки зрения оценки состояния эндометрия, морфологического исследования на фоне приема тамоксифена. Когда она уже пришла для седьмого выскабливания, здесь уже хотелось бы остановиться намного раньше. Ну вот, дорогие коллеги, конечно, необходима консультация гинеколога. Наверное, нам необходимо выполнение уже или проанализировать то исследование ультразвукового метода, который выполнен пациентке. Но все-таки 45% тоже, спасибо огромное, ответили, что нет. Но 5% все-таки говорят о том, что женщине при увеличении МЭХа на фоне приема тамоксифена необходимо выполнять раздельное диагностическое выскабливание. Вот такие вопросы, наверное, не только эти возникают при междисциплинарном таком введении наших пациентов, и это все женщины. Тамоксифен индуцированная альтерация эндометрия, гиперплазия эндометрия, нарушение менструального цикла, естественно, у женщин репродуктивного возраста, авариальная супрессия у больных раком молочной железы, сохранение фертильности этим же пациентам. Что делать, если у женщины на фоне использования тамоксифена или после химиотерапии развиваются те или иные заболевания? Новообразование яичника, доброкачественные, злокачественные, метастатические, реализация репродуктивной функции после завершения лечения, ну и многое другое. Понятно, что в течение 15 минут мне не уложиться, я сразу говорю, но я просто обозначу те проблемы, которые, наверное, в последующем, может быть, мы более подробно рассмотрим. Тамоксифен индуцированная альтерация, мы знаем место тамоксифена как с адъювантного в адъювантном лечении, так и в последующем при прогрессировании опухолевого процесса эффекта перорального селективного модулятора эстрогеновых рецепторов. Уникальное это снижение рисков рецидива рака молочной железы, снижение риска смерти этих пациентов и частота ремиссии больных диссеминированными формами, если мы используем этот препарат, может достигать 60%. Поэтому встает, наверное, необходимость сохранения возможности полноценной терапии этим пациенткам. Однако мы помним, что у тамоксифена есть эстроген-подобное действие, которое может вызывать пролиферацию стромального компонента гиперплазии базального слоя эндометрии, увеличение размеров матки за счет роста левомиоматозных узлов. Не так часто это встречается. Формирование очагов аденомиоза не видела ни разу. Ну и рост риска развития гормонозависимого рака эндометрия, да, это есть, и это есть в инструкции к применению препарата. Но идут исследования, идет анализ этих пациентов, все-таки огромная когорта женщин, которые до сих пор получают тамоксифен с целью лечения или профилактики рака молочной железы. И вот вы видите, 3 года получает пациентка тамоксифен, менопауза 9 лет, толщина эндометрия 13 мм. И структурами эндометрия гиперахогенная, щелевидными кистовидными включениями, это патогномоничный признак, тамоксифен индуцированная альтерация и граница эндометрия и миометрия нечеткая. Ацетологическое исследование демонстрирует плацтэ эндометрия индифферентного типа. Этой женщине действительно необходимо продолжить даже использование тамоксифена без рисков развития рака эндометрия по тем критериям, которые были представлены. Ну а вот эта пациентка, у которой было выполнено 6 раздельных диагностических выскапливаний, вы видите данные ультразвуковой диагностики, которые показывают толщину эндометрия от 4 до 7 мм максимально. И все гистологические исследования имеют абсолютно однотипное заключение обрывки атрофичного эндометрия. Что делать дальше и как остановиться? Что говорит Федерация акушеров-гинекологов? Это последний всемирный конгресс. Федерация акушеров-гинекологов, которая проходила в декабре 2018 года, определены абсолютно четкие показания для морфологической верификации состояния эндометрии. Это возрастные особенности, это ожирение как фактор риска синдрома Линча. В случаях повторных кровотечений или неадекватных пробах целесообразной гистероскопии и биопсии. То есть мы не начинаем с этого метода диагностики. И соногистерография, которая, к сожалению, на сегодняшний день так и не вошла у нас рутинно в гинекологическую практику. Сразу хочу напомнить о том, что чувствительность цитологического исследования, полноценно взятого из полости матки и гистологического исследования, имеет абсолютно одинаковое значение. Это категория B. Вот так вот выглядит кистозная атрофия эндометрия. Абсолютно патогномонично. Железо кистозно расширенной или неправильной формы. И УЗИ картинка также типична. Что еще исследования, проведенные, продемонстрировали? Риск развития рака эндометрия на фоне томоксфена не увеличивается у женщин 49 лет и младше, но возрастает в группу женщин 50 лет и старше. Вы видите коэффициенты риски. В журнале Lancet Oncology огромное исследование проведено. Практически 13 из женщин были включены в исследование, которое показало следующее, что кумулятивный риск развития рака эндометрия в течение 5-14 лет составляет 3,1% со смертностью 0,4%. По сравнению с популяционными данными, которые составляют 1,6% кумулятивный риск развития рака эндометрия, мы знаем, что это опухоль, которая развивается у женщин в постменопаузе и средний возраст заболевших 58-59 лет. Смертность 0,2%, то есть в контрольной группе абсолютное увеличение смертности составило всего 0,2%. Это заболевание именно симптомное. Основной симптом рака эндометрия – это кровотечение в постменопаузе. Еще одно исследование, которое вы видите, было представлено уже в 2016 году, но все равно мы до сих пор это, может быть, неправильно воспринимаем. Риск развития рака эндометрия при толщине более 11 мм составляет 7%, а при толщине менее 11 мм, две десятитысячные. Что еще важно, что эти исследования ведутся, и действительно мы говорим о том, что скрининг к бессимптомным женщин абсолютно неэффективен. Вот если у женщины появляются кровенистые выделения на фоне использования любых препаратов, и в постменопаузе действительно является симптом рака эндометрия, то необходимо выполнить трансфагинальное ультразвуковое исследование, выполнить либо цитологическое исследование, либо биопсию эндометрия, независимо от его толщины. И в случае, если получены те или иные данные при цитологическом исследовании, дальше решается вопрос о лечении этой пациентки, а не дополнительно не проводятся никакие другие углубленные методы обследования. Ну вот так выглядит рак эндометрия. Вы видите, это 5 лет, увеличение толщины эндометрия почти до 4 мм, инвазия в миометрии, ну и гистология – высоко дифференцированная форма опухоли. Огромное количество экспертных организаций говорят о том, что пациентки, которые страдают раком молочной железы, которые получают с целью адювантной терапии или с целью лечения томоксифен, должны быть информированы о рисках развития патологии эндометрия. Но у бессимптомных пациентов со средним риском развития рака эндометрия ультразвуковое исследование и или биопсия не рекомендовано. Более того, это не только этими экспертными группами отмечены, это и американским обществом онкологов, и в золотом стандарте диагностики лечения рака молочной железы мы видим те же самые рекомендации, которые представлены международными организациями и сообществами. Мы исследовали состояние эндометрия у женщин на фоне приема томоксифена, это было достаточно давно, но с точки зрения профилактики и снижения рисков развития томоксифена индуцированных альтераций, полипов эндометрия, гиперпластических процессов эндометрия, к сожалению, тот препарат, который также исследован в мире, это левоноргистрел, содержащий внутриматочный контрацептив, имеет строгое противопоказание, это использование у больных раком молочной железы. Однако доказано достоверное снижение экспрессии белка, связывающей инсулиноподобный фактор роста в ткани эндометрия при использовании левоноргистрела. И тот обзор, который был представлен в 2013 году, в 2014 году показал, что левоноргистрел, содержащий внутриматочный контрацептив, действительно предотвращает образование полипа эндометрия, снижает частоту гиперпластических процессов эндометрия у женщин на фоне использования томоксифена. Но противопоказания есть противопоказания, и мы не можем использовать его достаточно часто в рутинной практике. Вот такая методическая рекомендация у нас есть в поведении этих пациентов. Гиперплазия эндометрия у больных раком молочной железы что делает? И я хочу сразу сказать, что не вся гиперплазия эндометрия имеет риски малигнизации. Только атипический компонент, который встречается менее чем в 3% случаев, имеет риски развития в последующем рака эндометрия на фоне гиперпластического процесса. Напомню, что не весь рак эндометрия развивается на фоне гиперплазии эндометрия. На сегодняшний день есть международная классификация болезни 11-го пересмотра. Мы потихонечку к ней подходим, и меняется классификация гиперпластического процесса эндометрия. Эндометриальная железистая гиперплазия выделена в группу доброкачественных изменений. По бинарной классификации это уже пятая версия Всемирной организации здравоохранения опухоли женской репродуктивной системы. Мы видим, что выделяется эндометриальная гиперплазия без АТП и эндометриоидная интраэпитериальная оплазия, или, как раньше мы привыкли называть ее, атипическая гиперплазия, у которой действительно увеличиваются риски развития рака эндометрия до 60%. Но, видите, я здесь специально отметила, что выделена не только гиперплазия эндометрия, но и тамоксифеноиндуцированная альтерация в новой классификации. Мы должны к этому как-то привыкать в нашей клинической практике. Исключение злокачественного характера сегодня доступно, и это не только метод ультразвуковой визуализации, это доплеросонография и эластография эндометрия, которая очень помогает. И отметим, что гиперплазия эндометрия на сегодняшний день не отмечена в факторах рифска развития рака эндометрия. Сегодня у нас есть новая классификация, это иммуногистохимические исследования, которые с 2013, потом в 2016 году уже сегодня используются в клинической практике. Это различные типы рака эндометрия, которые сегодня имеют уже патогенетическое значение для лечения этой категории пациентов. Дидрогестерон сегодня тот гистоген, который может использоваться у больных раком молочной железы. У него нет противопоказания такого, которое есть у других гистогенов. Поэтому, если у женщины развивается нарушение менструального цикла, дидрогестерон может быть использован для этих пациентов. Все гормональные контрацептивы женщинам рака молочной железы противопоказаны, и мы должны об этом помнить. Но если пациентка нуждается в нормализации менструального цикла, огромное количество исследований доказали эффективность дидрогестерона у этой категории пациентов. Таким образом, сегодня томоксифен действительно вызывает стромальные изменения эндометрия, приводя к ультразвуковому утолщению при визуальном исследовании, методом ультразвукового исследования. Риски развития рака эндометрия на фоне томоксифена сегодня значительно ниже, чем те, которые были указаны раньше. Потеря или мутация гена ПТЕН является фактором риска злокачественной трансформации эндометрия. Сегодня цитология и моноцитохимия дают возможность выполнения этого исследования. И если у женщины развивается гиперплазия эндометрия без атипии, нецелесообразно отменять томоксифен или менять его на другую группу препаратов ингибиторов ароматазы. Если у женщины развивается атипическая гиперплазия, мы ее оперируем в постменопаузе и дальше спокойно продолжаем томоксифен. Что еще бы мне хотелось сказать? Это те женщины молодые, желающие сохранить фертильность. Об этом сегодня очень широко мы говорим и еще раз подтверждаем, что это междисциплинарный вопрос. Есть задача онколога, который информирует пациентку, потому что именно она приходит на прием. И именно врач-онколог говорит о высокой или той или иной вероятности потери в последующем возможности иметь собственных детей. И задача репродуктолога, который тоже в этой ситуации выступает в тандеме с врачом-онкологом, это выбор наиболее оптимального метода сохранения фертильности. Сегодня существуют специальные протоколы, контролируемые авариальной стимуляцией, которые не повышают риски развития рецидива или прогрессии рака эндометрия. Выделены определенные схемы. Мы можем начинать контролируемую авариальную стимуляцию с любого дня менструального цикла. И пациентки с диагнозом рака молочной железы имеют, оказывается, одинаковый ответ на контролируемую авариальную стимуляцию, а задержка начала лечения не влияет на ее эффективность. И мы знаем, и это исследование, когда проводилась контролируемая авариальная стимуляция, оценивалось тот или иной прогноз рака молочной железы в зависимости от молекулярных потипов и не доказано ухудшение прогноза рака молочной железы. Сегодня сохранение репродуктивной функции онкологических пациентов отмечено в клинических рекомендациях женского бесплодия, которое доступно не только для врачей-онкологов, но и для врачей-акушеров-гинекологов. Таким образом, сегодня масса вариантов. Это криоконсервация ткани яичника, которая уже сегодня не является экспериментальным методом, а является стандартным. Криоконсервация ацетов либо криоконсервация эмбрионов. И что мы знаем, что эти методики в последующем будут очень широко использоваться, внедряться новые методы сохранения фертильности, новые потенциальные гонадозащитные средства и новые методы повышения выживаемости фолликулов после имплантации с использованием современных методик. Искусственный яичник сегодня обсуждаемый, очень широко изучается с точки зрения возможности последующего его использования и в последнем выпуске нашей российской газеты еще раз акцентировано внимание на беременность после перенесенной болезни. Доказано, и сегодня мы тоже можем этим широко пользоваться, что возможность прерывания эндокринотерапии после 18-30 месяцев лечения в цели попытки в последующем реализовать свою репродуктивную функцию бесспорно только у тех пациентов, у которых нет высокого риска рецидива и нет признаков прогрессирования болезни. У женщин даже с рецидивирующими формами рака молочной железы при наличии беременности шанс смерти снижается на 42%, и это исследование было представлено на АСКО 2017 года. Спасибо огромное за внимание. Я думаю, что мы немножко по-другому сможем посмотреть на наших пациентов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.